Приветствую, меня зовут Александр и я соавтор группы канала Биржевик. Чтобы у Михайловича было больше времени для наблюдения и анализа макроэкономики и рэнков частности, беру на себя запись некоторых видеороликов, в данном случае обзоров на облигации различных компаний. Перед началом видеоролика необходимо озвучить дисклеймер. Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной рекомендацией. Но есть исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива и совершению торговых операций по финансовым инструментам. Приятного просмотра! Начнем сегодняшний обзор с облигаций компании ООО Интерлизинг. Универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Главной офис компании находится в Санкт-Петербурге, 58 подразделений расположены на подавляющей части территории Российской Федерации. Последний обзор облигаций на компании мы писали 20 июня 2022 года. Сейчас же посмотрим, что изменилось. На сегодняшний день действующих облигационных выпусков в компании 6 штук. Разбирать мы будем выпуск номер 6. Также вы можете обратить внимание на 7 выпуск, который вышел на торги не так давно. Интересен он тем, что у него хорошая доходность и хороший уровень ликвидности. Но обо всем по порядку. Номинал облигации составляет 1000 рублей, то есть это минимальная цена покупки одной облигации. Текущее состояние цены облигации 959 рублей 80 копеек. Или же 95,98% от номинала. То есть по этой цене вы можете купить облигацию сегодня. Дата погашения назначена на 24 августа 2026 года. Оферта по облигациям не назначена. Доходность составляет 16,74%. Купон равен 33 рублям 66 копейкам с выплатами раз в 91 день, то есть раз в 3 месяца. Размещены облигации на московской бирже с третьим уровнем листинга, то есть надежности облигаций. Другими словами, облигации данной компании из сектора ВДО. Дюрация составляет 679 дней. Что касается денежного оборота среди покупателей-продавцов, то он варьируется от 6-8 миллионов, доходя до 20-30 миллионов рублей в день. То есть ликвидность очень хорошая на протяжении уже нескольких месяцев. Важное замечание. Торговать данными облигациями имеют возможность только квалифицированные инвесторы. Вот поэтому, если у вас есть данный статус, вы можете спокойно торговать данными выпусками, что выпуском номер 6, что выпуском номер 7. Друг от друг они кардинально не отличаются. Оба требуют статуса квалифицированного инвестора. Если у вас нет статуса квалифицированного инвестора, то можете пробовать пройти тестирование в вашем брокере на получение данного статуса. Что касается финансовой отчетности компании, эмитент отчитывается и в формате РСБУ, и в формате МСФО. Однако по МСФО отчетность только раз в полгода выходит. Полгодовая и ежегодная. Так как давно не обозревали облигательство на компании, посмотрим на недостающие отчеты последнего обзора. Начнем с годового отчета за 2022 год. Сначала формат РСБУ. Выручка выросла на 66%. Видите, с 3,2 до 5,4 миллиардов рублей. В то же время чистая прибыль выросла на 14%. Числовом выражения с 802,5 миллионов до 915,5 миллионов рублей. Теперь та же самая отчетность за 2022 год. В сравнении с 2021 годом, но уже в формате МСФО. Здесь также наблюдается рост показателей. Однако выручка выросла на 45%. По согласным МСФО отчетности, а именно с 2 до 3 миллиардов рублей. Чистая же прибыль выросла на 37%. С 1 миллиарда до 1,4 миллиарда рублей. Далее переходим на отчет первого квартала. Январь-март 2023 года. Здесь он только в формате РСБУ. Согласно ему, рост выручки составил 45%. С 1,1 до 1,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль же выросла на 85%. Здесь со 140 до 259 миллионов рублей. Далее переходим к полугодовому отчету. Здесь рост выручки и чистой прибыли также сохраняется. В формате РСБУ выручка выросла на 48%. Далее переходим к осмотру полугодового отчета в формате РСБУ. В положительной динамика роста показателей сохраняется. Здесь у нас выручка выросла на 48%. С 2,5 миллиардов до 3,7 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла на 33%. С 354 миллионов до 470 миллионов рублей. Также мы располагаем отчетом за полугодие 2023 года в формате МСФО. То есть по международным стандартам финансовой отчетности. Здесь рост выручки составил 50% с 1,3 до 2 миллиардов рублей. Рост чистой прибыли составил 42%. Изменился с 170 миллионов в полугодии 2022 года до 810 миллионов в полугодии 2023 года. И последний отчет, который доступен на сегодняшний день, это отчет за 9 месяцев 2023 года в формате РСБУ. Здесь также сохраняется положительная динамика роста показателей. Рост выручки составил 95%, увеличившись с 4 до 8 миллиардов рублей почти в 2 раза. Рост чистой прибыли составил 282%. Тем самым она выросла с 660 миллионов до 2,5 миллиардов рублей. Далее переходим к осмотру кредитных рейтингов компании. Рейтинговым агентством здесь выступает эксперт ИРА. Кредитный рейтинг эмитента на уровне РУА- по рейтингу сохранен стабильный прогноз. Помимо самой компании, рейтинг также присвоен и каждому облигационному выпуску, и равен рейтингу компании РУА-. Напомним, что данный рейтинг находится в категории рейтингов А, означает умеренно высокий уровень кредитспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга Российской Федерации. Однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. То есть рейтинг довольно высокий. Самое главное, что нужно знать о рейтинге для данной компании, то что рейтинг объясняется умеренно высокими рыночными позициями, комфортным уровнем достаточности капитала и адекватной эффективностью деятельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и приемлемая оценка корпоративного управления. К сожалению, данных о кредитной нагрузке предприятия в открытом доступе практически никаких нет. Вот поэтому вынуждены пользоваться данными, которые у нас есть, и основываться на мнении рейтингового агентства в отношении кредитспособности предприятия. Подводя итоги обзора, можно сказать, что компания сейчас довольно интересна, хорошо держится на плаву. Кредитный рейтинг с 2021 года только вырос, что несколько преуменьшает недостаток информации о долговой нагрузке предприятия. Однако, основной интерес вызывают бумаги, доступные только для участников рынка, имеющих статус квалифицированного инвестора. У этих бумаг намного лучше ликвидность и ими торговать имеет смысл. Однако, компания все еще из сектора высокодоходных апплигаций, соответственно, имеет все те же риски, что и прочие компании из сектора ВДО. Тем не менее, даже если компания обеспечена государственными субсидиями или же из сектора ВДО как текущий представитель обзора, наша редакция не рекомендует на одну компанию инвестпортфеля выделять более 3 или 5% от капитала и 1 или 2% на более рисковые активы. Не забывайте про риск менеджмент. Также на обзоре поговорим про облигации компании МТС, давно их не обозревали. Напомним, что МТС или же мобильная телесистема – это российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ. МТС продолжает сохранять лидирующие позиции по объему клиентской базы, контролируя почти треть российского рынка сотовой связи. К сожалению, данные по клиентской базе и другим метрикам немножко устаревшие, им уже почти год. Тем не менее, на 30 сентября 2022 года общая клиентская база насчитывала более 88 миллионов абонентов, из которых было 80 миллионов в России, 5,7 миллионов в Белоруссии и 2,3 миллиона в Армении. За 9 месяцев 2022 года 99% выручки было сформировано в России. В июне 2018 года довольно давно группа приобрела контрольный пакет ПАО МТС Банк, в течение 2019 года довела долю участия там до 99,9%, что нашло отражение в консолидации активов. Действующих облигационных выпусков у имитента на самом деле просто тьма. Мы взяли за пример выпуск под номером 1р23, так как сочли, что у него довольно хорошее соотношение текущей стоимости, ликвидности и прибыли. Посмотрим на его характеристики подробнее. Номинал облигации составляет 1000 рублей, то есть это минимальность на покупке одной облигации. На текущий момент в состоянии цены 954 рубля 40 копеек или же 95,44% от номинала. То есть это та цена, по которой вы можете купить облигации компании сегодня. Дата погашения назначена на 18 декабря 2024 года. Оферта не назначена. Текущая доходность составляет 13,67%. Купон равен 20 рубля 94 копейкам с выплатами раз в 3 месяца, раз в 91 день. Размещены облигации на московской бирже с первым уровнем листинга, то есть наивысший уровень надежности облигаций. Дюрация составляет 372 дня. Что касается ликвидности, то она тоже на вполне себе нормальных уровнях. И исчисляется и несколькими сотнями тысяч до нескольких миллионов рублей в день. Волатильность же в диапазоне тоже 2% примерно. Так, что касается финансовых результатов компании. Тоже давно не смотрели на отчетность, поэтому посмотрим с 2022 года, что происходило. Поначалу в формате RCBU. Выручка выросла за 2022 год в сравнении с 2021 годом на 5% с 373 до 391 миллиарда рублей, а чистая прибыль снизилась на 48% с 59 до 31 миллиарда рублей. Почти в два раза. Далее у нас следует отчет за первым кварталом 2023 года в сравнении с первым кварталом 2022 года. Здесь мы видим изменение выручки плюс на 6%. В первом квартале 2023 года мы видим рост выручки на 6% с 94 до 99 миллиардов рублей. Чистая прибыль же выросла довольно сильно. Так как в 2022 году в первом квартале был убыток, составлял 95 миллионов рублей, сейчас же прибыль равна 12 миллиардам рублей. Можно предполагать, что на данные изменения сильно повлияли изменения доли в чистой прибыли дочерних и ассоциированных предприятий, а также прочие доходы, которые также довольно сильно изменились. Это за год. Далее посмотрим на первое полугодие 2023 года в сравнении с полугодием 2022 года. Здесь мы видим рост выручки на 8% с 189 до 203 миллиардов рублей. Чистая же прибыль выросла на 20% с 21,7 до 26 миллиардов рублей. Также последний доступный отсчет в РСБУ формате – это 9 месяцев 2023 года в сравнении с 9 месяцами 2022. Здесь мы видим изменение выручки на 8% с 288,5 до 311. И здесь мы видим также изменение выручки на 8% с 288,5 до 311,5 миллиардов рублей. Чистая же прибыль выросла на 38% с почти 30 до 41 миллиарда рублей. Также есть отчетность в формате МСФО. Посмотрим на последний отчет по международным стандартам финансовой отчетности за полугода 2023 года в сравнении с полугодием 2022 года. Здесь также рост выручки есть. Составил он 10%, изменившись с почти 260 до 286 миллиардов рублей. Чистая же прибыль, согласно данному отчету, выросла почти на 100%, на 98, изменившись с 15 до 30 миллиардов рублей. Что касается критных рейтингов, им уже скоро на самом деле год, они не обновлялись. И вероятно обновляются в ближайшие 1-2 месяца. Тем не менее, свои критные рейтинги присвоили два рейтинговых агентства. Это Эксперты РА и НКР. Оба рейтинговых агентства присвоили рейтинг РУААА, в данном случае АААРУ, в случае НКР. Сразу поясним, что это максимальный уровень рейтинга. И означает он, что объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем критиспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости. Наивысший уровень критиспособности по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению агентств. Отдеально проходиться здесь по долговой нагрузке смысла нет. Она на хороших уровнях. Даже с учетом того, что это данные, которым уже год-полтора, скорее всего, долговая нагрузка находится на плюс-минус тех же уровнях. И даже если бы она была несколько завышенной, то у такого предприятия, как МТС, есть ресурсы, есть определенный уровень резервов, чтобы покрывать какие-либо издержки. И у данной компании очень мало рисков, связанных с какими-либо потерями в связи с ростом долговой нагрузки. Подводя итоги обзора, можно сказать, что даже с учетом того, что последнее обновление критных рейтингов уже практически годовой давности, большая вероятность обновления рейтинга агентствами на протяжении 1-2 месяцев произойдут и не изменится. В большую сторону уже менять некуда, в меньшую, скорее всего, тоже ничего не изменится, так как максимальный рейтинг критиспособности они держат с 2020 года, и маловероятно, что он поменяется. В целом, наше мнение об облигациях данного имитента никак не поменялось, с большой вероятностью ничего критического не произойдет, пока с самим государством все в порядке. Облигации подобных компаний практически никогда не имеют огромных доходностей, но периодически их можно поймать на сниженной стоимости самой облигации, что позволит в будущем также дозаработать на измене курсовой стоимости бумаги. Еще раз делаю акцент на том, что наши редакции не рекомендуют на одну компанию в инвестиционном портфеле выделять более 5% от капитала и более 2% от капитала на высокорисковые активы. Не забывайте про риск-менеджмент, следите за новостями и отчетами компаний, в которые вы инвестируете. На этом на сегодня у меня все, всем спасибо за внимание.